Одно из средств повышения уровня педагогического мастерства – профессиональные соревнования. В Черкесске на базе детского сада «Юные капитаны» прошел один из этапов конкурса «Воспитатель года России-21». На первом уже определили 12 финалистов, и это только начало пути до финишной прямой. Как подготовились воспитатели к своему главному экзамену и какие темы представили, расскажет Альбина Ламкова. «Я слабею! Что такое? Что произошло?» «Коллеги, обратите внимание, мы с вами близки к цели. Сейчас мы должны приступить к изготовлению волшебной витаминки». Нет, это не театр. Но малыши перевоплотились в исследователей, сыграли свои роли как настоящие актеры. Театрализованная программа со спецкостюмами передала атмосферу научной лаборатории. С таким подходом к работе и багажом знаний крепкий иммунитет будет обеспечен. Педагог 31-го детского сада «Золушка» Аида Найманова подчеркивает, что тема занятия «Стоп коронавирус» – это работа совместная с детьми. Помимо личностного и профессионального роста, Аида преследует еще одну значимую цель – формирование привычек, здорового образа жизни у малышей, ну и, конечно, их развитие. У них восприятие очень хорошо развито в 4-5 лет. Поэтому эта тема, тема коронавируса, актуальна же в наше время. Здоровый образ жизни, здоровье, сберегающие мероприятия для моих деток – это не новость. Занятие прошло увлекательно и эмоционально не только для детей, но и для взрослых. Этому предшествовала трудоемкая работа. Теперь малыши знают, как справляться с проблемами и как избежать их. У нас был в лаборатории большой коронавирус. Мы изготавливали витаминку. Мы подружились с коронавирусом. Проведение открытых занятий – это одна из ступеней к победе на конкурсе «Воспитатель года России-2021». Уровень подготовки участников высокий. Этому предшествовали огромные затраты – интеллектуальные, моральные и материальные. Но в итоге все это возвращается с Торицей. И после появляется уверенность в собственных силах, огромная мотивация в работе. Да и заявленная планка педагогического мастерства не позволит расслабиться. С каждым годом у нас приходят все время новые кадры молодые, которые владеют информационными технологиями, работают с детьми уже по новым образовательным стандартам, которые у нас приняты в 2014 году. Интересные материалы, конкурсные материалы. Готовятся к урокам. Очень много вы видите, обратили внимание, сегодня занятия по исследовательской деятельности. Финал регионального конкурса «Воспитатель года России-2021» пройдет 9 апреля. Победитель примет участие в заключительном этапе и уже на российском уровне. Участие в конкурсе дает педагогу возможность поиска правильных методов воспитания для развития и обучения детей. У малышей должно быть все лучшее, так как это наше будущее, будущее республики и страны в целом. И чтобы они стали достойными, детям необходимо дать верное направление в жизни. Уже здесь и сейчас, в детском саду. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево, Черкесия.